В конце весны не помню. Называется «По тебе скучаю с баром». Когда это все отношилось у нас с историей, с пандемией, он такую песню выпитил. Типа давайте, выходите уже. Нам, походу, по-другому и не жить. А помнишь, Мэйкерс, Молдвэш, ну а затем, бискаря, Чтобы все достижения не взлят. По тебе скучают парк, и тоскуют рестораны. Ты включаешь варечать, если хоть немного пьяный. В море стрелы, преслай, поярчь, по бережке панель стойки. Обойволку радь, несомненно, самые стойки. Ты наш. Эй, приятель, ты же дух. Впрочем, теперь еще нам быть. Нам, походу, по-другому и не жить. А помнишь, мейкл с болты выше Ну а затем бесконя Чтобы все достижения не зря По тебе слушают пар И так будет не старай Ты включаешь свои счастья Если хоть немного пьяны Моешь любить твоя По бережу мамы стольки А помнишь, мейкл с болты выше Несомненно сабы стольки Ты на Не так будет не старай И так будет не старай Ты включаешь свои счастья Если хоть немного пьяны Моешь любить твоя По бережу мамы стольки А помнишь, мейкл с болты выше Несомненно сабы стольки Ты на Ты на Ты на Не скучай пар Здорово Здорово Спасибо Давайте прокомментирую Что я делаю вообще То есть здесь Естественно Можно было бы играть гораздо проще Конечно, можно было бы Давайте я даже покажу Чуть-чуть фрагмент именно Как сыграл Нормальный бассейн Берется какая-то основа Которая у меня, собственно, и была Просто я вокруг делаю очень много Разных вещей Здесь очень важно, конечно, играть Постоянно Постоянно в смысле ритма То есть прежде всего Все должно быть роком, конечно же Потом должен быть основной Какой-то рисунок На который идет опора То есть я все равно Я не играю вот такого плана Чтобы было понятно всем И я не могу играть в поп-песне Типа Жака Пастурился устраивать Поэтому берется какая-то основа В данном случае это И внутри я делаю заполнение опорное Да, опорная партия есть Основная В куплете А припевать чуть-чуть другая Сейчас тоже пояснимся И внутри я просто делаю Периодические заполнения И все, естественно То есть сетка у меня 16-ая Я играю много мертвых нот Что тоже добавляет такого Перкуссионного Звучания И движения Некого Добавляемость Я очень много играю мертвых нот Вообще практически всегда Особенно в таких подвижных вещах Где 16-ая пульсация такая присутствует Всякие слайды От штрихов очень много зависит Даже когда ты играешь Какой-то кентатонический фил Кентатоническое заполнение Очень большое имеет значение Как ты это все играешь Не просто там Типа А что-то Добавит немножко штрихов В свою игру Скажем, допустим Вот уже Вот уже Такие слайды То есть очень много способов Что можно сделать Вот здесь, конечно, что Это все определяется Твоим личным вкусом И законами жанра Пожалуй В принципе я играю больше Чем Чем Большинство бы сыграло И То есть немножко На грани, пожалуй Но поскольку Агутин это устраивает И меня тем более Да и нас тоже это устраивает Да, и многим нравится Да, классно У вас оказывается Что-то играет в эту песню Вот Поэтому Почему нет? Если никого это не обламывает Если обламывает В других Я в таких ситуациях тоже бывал Естественно Люди говорят Играй две ноты и все Пожалуйста, ладно Сыграй две ноты Мне вообще не сложно Не, ну здорово У этого, собственно, две ноты играл Ну так же от этого Для нора Должен быть Почти все ноты В четвертую долю приходят Потому что было Типа По тебе скучаю Бару на дорогу То есть это Сонга, по-моему, называется Вот такой или сонг Раз Раз Два Три Четыре Это основа Пятый Метронон Что-то всем точно было понятно Да, понятно Всем понятно, да? И так? Не обязательно? Хорошо Вот И внутри я тоже делаю Взряческие заполнения Все-таки сметронон Сейчас Так, это будет где-то 110 Ну да, именно 110 чтобы сделать это чуть интереснее, я просто внутри заполняю это всякими шестнадцами, но тоже стараюсь не перебаршивать, здесь должна быть какая-то мера, чтобы не было типа... Так я тоже не играю, конечно, ну просто в меру, это определяется вкусом только, больше ничем. Мне вот такие вещи нравятся делать, как бы неожиданные, когда ты в разных регистрах, тисси турах, можно сказать, играешь. Например, допустим ми. Это прикольно звучит. Или там, допустим... Или слабые доли, допустим. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Это уже много. Какие-то такие вещи. Давайте я вам покажу еще, что мне по поводу филов сразу можем поговорить. То есть я опираюсь на свои наблюдения, смотря, как наблюдаю за другими исполнителями, за крутыми аккомпаниаторами. Я обратил внимание, что в барабанах, в басу очень часто практикуется такая вещь, как, я это называю, нализание, как правильно сказать, я даже не знаю, когда-то забираешься за тактовую черту следующего такта. Вот это очень прикольно звучит. То есть не когда у тебя четко все время, допустим, три такта, основной рисунок, и в четвертом такте ты делаешь фил, и приходишь ровно сильную долю начала следующего периода. То есть, допустим, начало в сильную долю пятого такта. Допустим, у нас четырехтактовый период, и с пятого такта, с пятого, с девятого и так далее начинается новый период. Я сейчас буду все показывать, все будет понятно. Нет, чтобы визуализировать. Нет, я понял, что в каком-нибудь это, ты говоришь, ну вот если вот так нарисовать, оно... Нет, это не то, что нужно рисовать, честное слово, это понятно, ну как бы это всем понятно, раз, два, три, четыре. То есть, ну сейчас я вам покажу. Что я имею ввиду? Вот у нас основной рисунок, допустим, и брейк в конце. И я пришел, да. Пришел в сильную долю. Что можно делать? Я сейчас покажу с барабанами, это интересное будет. Допустим, вот. Вот уже у меня получилось, вместо того, чтобы сыграть фун, я сыграл та-та-та-тун, или та-та-тан, что как бы брейк у меня залез на следующий так немножко. Сейчас я с барабанами вам покажу. Будет очень...